Группа «Инсульгент», как видите, у нас веселая компания сегодня. Значит, мы в гостях перед концертом... В гостях, в гостях. Да-да-да, именно так. Значит, группа «Неодрама». Значит, можно поприветствовать? Привет! Приветствуем. Значит, первоначальный вопрос, значит, относительно вашего отношения, вот ухода вашей солистки, вот она совсем недавно ушла от вас, вот это ваш первый концерт после ее ухода. Ну, вот, ваши ощущения, как вы ожидаете данный концерт? Ну, это же как бы обычная ситуация в различных коллективах. Один человек уходит, другой приходит, ну, всякое случается. Это жизнь, это творчество, в конце концов. Но мне нечего сказать. Как это, нечего сказать. Вы, кстати, Александра, извините, забыл... Сбослава. Сбослава, да, извините. Сбослава, значит, вы ведь новая солистка группы «Неодрама». Как вам ощущается в данном коллективе? То есть, какие ваши ощущения? Это ваш первый концерт, я правильно понимаю? Да, первый концерт вообще в жизни ощущается так, как будто на самом деле я с друзьями в караоке. Ничего страшного, не... Не, ну, страшно, конечно, но не в плане, что меня съедят, если я сделаю что-то не то. Ну, как... А что ты поешь обычно в караоке? Дай мне рассказать, что ты перебиваешь. Вот, вот так это как-то ощущается, вот... Ощущается хорошо, как с друзьями. Все отлично, все намного на самом деле лучше, чем я представляла себе. Отлично. Я слышал, что сегодня будет не только уже классика, значит, неодрамы, но и некоторые новые песни. Как вам это, значит, ощущение вот по поводу введения новых песен или по поводу использования старых песен? Вы боитесь не, значит, можно сказать, если можно так сказать, не ударить в грязь перед прошлым исполнением старых песен? Я не боюсь ударить в грязь, я в себя верю, в меня эту веру вселили и вселил и Адриан, и другие музыканты неодрамы, и просто друзья, родственники, которым я дико за это благодарна, потому что действительно я очень переживала. Ну, сравнения наверняка не избежать, я это понимаю прекрасно, и я этого не боюсь. Ударить в грязь лицом я не боюсь. Я ничего не боюсь. А чем боишься ударить в грязь? Надеюсь, что я ничем не ударю в грязь сегодня, так скажем. Нет, я сегодня отважна и настроена на победу, я не знаю, с кем я соревнуюсь. Сама с собой. Сама с собой, да? В первую очередь. На самом деле нет, Адриан прав, всегда соревнуешься сам с собой. А до этого концерта у вас были какие-то опыты или еще что-то, ну, вот в плане выступлений, в плане именно выступлений в качестве, значит, солиста группы или еще какие-то? В группе, как в таковой, я никогда не пела. Я пела либо одна, либо под аккомпанемент классической музыки. То есть это скрипка, пианино, виолончель. Академические концерты были. Ну, были спектакли в таких местечковых театрах. Были небольшие съемки в кино в качестве второстепенных, даже не второстепенных, как это... Ну, второстепенная массовка, да, да. Второстепенные роли массовка. Ну, то есть без ансамбля. Без ансамбля, да. Ну, вот конкретно в группе, в рок-группе, не в рок-группе, вот с коллективом, со сформировавшимся, я никогда не выступала. И это для меня, конечно, очень все в новинку, но пока что я в восторге. Рад за вас, конечно. Я знаю, что здесь, получается, из начальной группы, наверное, не так много людей осталось. Да? То есть только вы, правильно я понимаю? Из начальной группы у нас в первую очередь остался автор песен, Сергей Липатов. Вот, на чем базируется, собственно, наше творчество. То есть неодрама, это песня Сергея Липатова в первую очередь. Вот. Ветераны, если так можно назвать, это мы и Рик, который сейчас вот ковыряется на своем телефоне, не желает ничего знать больше. Ну, он всегда такой человек отстраненный, но при этом делает свое дело очень классно. Он готовится. А, он просто ест. Он просто ест. Барабанщику тоже надо есть. Барабанщики тоже люди, как ни странно. Что вы ожидаете от данного концерта? Ну, вот, для себя лично или для группы, для развития группы? Интересный вопрос. Сегодня наш первый концерт после долгого перерыва. Поэтому мы очень хотим, чтобы осталась старая публика, которая знает и любит неодраму. И в том числе пришли новые люди. И, кроме того, мы сейчас скоро должны закончить запись нашего нового альбома. И устроим презентацию. Надеемся, что все на нее придут. Из тех, кто здесь есть сегодня. Да, на самом деле, мне это видится неким таким возвращением из творческого отпуска. И именно вот этим возвращением, как можно более ярким, хотелось бы, конечно, привлечь как можно больше нового народа. И как можно больше старого заинтересовать новыми материалами. Вот такое вот смешение. Любители уже неодрамы. Вот, кстати, да. Очень многие наши давние поклонники отмечают то, что у нас изменилось звучание. Им нравится так, как оно изменилось. Но это главное. Да, будем радовать. Будем стараться. Да. Очень рад, что мы сейчас побывали, значит, в задворках неодрамы. Задворках неодрамы, это звучит очень двусмысленно. Ха-ха-ха-ха. Действительно ведь звучит двусмысленно. Ха-ха-ха. Будем надеяться, что это как раз новое звучание неодрамы, которое поднимет их... Ха-ха-ха. В задворках. В задворках. Я бы попросила. Совершенно точно, да. В задворках, да. Это вот как на и вы, вот часто это обсуждается. Ха-ха-ха. Извините, пожалуйста. Ха-ха-ха. Видите, как нам весело перед концертом? Это уже говорит о том, что мы готовы сегодня на вершины взбираться. Горы, как это слово я забыла? Горы сворачивать. Мы готовы свернуть горы сегодня. Надо их только сначала сегодня найти. Ну да, мы найдем горы и свернем их. Вот сегодняшняя наша цель. Еще такой вопрос, немножко, наверное, интересный для вас, как для новой группы. Собираетесь ли вы выступать на новом нашествии, которое будет уже этим летом, точнее, летом 2018 года? Собираетесь ли вы участвовать там или пытаться взобраться на вершину и участвовать на их площадках? В общем-то, конечно, участие в фестивалях – это просто замечательно. Мы собираемся участвовать в различных фестивалях, на которых, скажем так, мы будем уместны. Нашествие не исключение. Ну а дальше уже будем по обстоятельствам смотреть. То есть, значит, вы данным составом собираетесь и на Малый Ярославец приехать, я правильно понимаю? Ну, на самом деле, это не самоцель. Но если вдруг будет такая возможность, то почему бы нет? Большое спасибо.